Вопрос в том, хотите ли вы позволить себе быть полностью разбитыми. Вот в чем вопрос. Это можно рассматривать по-разному. Позвольте рассказать вам историю. Это произошло в 1941 году, когда в Германии и некоторых частях Европы утверждался нацизм. В один из дней в Австрии нацистские солдаты ворвались в дом, где жила богатая еврейская семья. Они разорили дом, увели взрослых, все разграбили и забрали двух детей – 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Детей привезли на железнодорожную станцию. Всех загнали в вагоны, включая мальчика и девочку. Но маленький мальчик забыл надеть свои ботинки. Он где-то забыл свои ботинки и его затолкали в вагон, так что он остался без обуви. Его сестра, 12-летняя девочка, увидев, что младший брат остался без ботинок, не на шутку рассердилась. Она схватила его за ухо, била его по ушам, отругала его и дала ему пощечину, сказав, «Ты идиот! Разве нам мало хлопот? А ты еще теряешь обувь, потому что в Германии была суровая зима, без обуви можно было лишиться ног». Так что она сильно рассердилась. На следующей станции мальчиков отделили от девочек. Через 4 года, когда война закончилась, она попыталась отыскать всех 17 членов своей семьи, включая ее младшего брата. Но все они исчезли. Никаких записей, никаких следов, они будто испарились. Тогда единственное, что мучило ее, были те последние резкие слова, которые она высказала своему маленькому брату. Она любила своего брата. Но те последние несколько слов, которые она сказала ему, были просто ужасны. Они звенели в ушах и мучили ее. Тогда она поклялась себе, «С кем бы я ни встретилась, я буду говорить с ними так, как будто вижу их в последний раз в своей жизни, и не буду потом сожалеть о том, что сказала». Одно это решение изменило ее жизнь невероятным образом. Она уехала в США, проделала феноменальную работу, построила госпиталь рядом с Чикаго. Она умерла в 2006 году. Она прожила плодотворную жизнь. Я хочу сказать, что даже если вам пришлось пройти через самые страшные ситуации, вы либо можете, использовав этот опыт, выйти из них, став лучше, либо можете превратить свою жизнь в кошмар. Так что, когда что-то причиняет вам боль, ранит вас, есть два варианта. Вы можете либо оставаться обиженными, либо стать мудрыми. Вот и весь выбор. Чем больше вещей ранит вас на раннем этапе вашей жизни, тем мудрее вы должны стать, не так ли? Но, к несчастью, большинство людей остаются обиженными. Это происходит просто потому, что им нужен предлог, чтобы обратить свой интеллект против самих себя. Вот и все. Особенно, когда мир оборачивается против вас. Разве не становится еще более важно, чтобы ваш интеллект был на вашей стороне? Что, если вам доставляет удовольствие быть лучше кого-то, это означает, что вы наслаждаетесь неудачами других людей? Я называю это болезнью. Это нельзя назвать успехом. Как жизнь? Вы хотите существовать на пике своего потенциала? У вас есть на это право. Любая жизнь в мироздании — червь, насекомое, птицы, животные или даже растения и дерево — все стремятся жить по максимуму. Не так ли? Вы тоже. Но почему вы хотите, чтобы кто-то отставал от вас? Почему вам доставляет такое удовольствие, что кто-то слабее, что кто-то менее успешен, чем вы? Уже в ранние годы в детском саду эта болезнь заносится в человеческие умы, что вызывает так много страданий на планете. Повсюду происходят совершенно неприглядные ситуации, но, похоже, мы ничему не учимся. Мы называем это образованием, конкуренцией, обществом. Нет, это очень глупый способ справляться с делами. Потому что самое важное — для чего вы пришли? Расцветете ли вы? Раскроете ли вы свой человеческий потенциал полностью или нет? Вот в чем вопрос. И это не требует ничего, кроме того, чтобы постоянно подпитывать благоприятную атмосферу, даже не самого человека. Если вы хотите, чтобы растение росло, вы не делаете ничего с самим растением. Вы просто заботитесь о почве, атмосфере, о создании условий. Это все, о чем нужно позаботиться. Так же и для человека. Вы должны заботиться об атмосфере, чтобы каждый нашел самое полное выражение своей жизни. Допустим, вам нужна серьезная операция, а хирург придет абсолютно обкуренным. Вы захотите у него оперироваться? О, нет. Потому что вы понимаете, что это снижает вашу реакцию и способности. Если ваши способности снижены, жизнь идет на спад или на подъем? На спад. Так что никогда больше не используйте слово «уль». Для меня это не вопрос морали. Во мне нет морали. Просто жизнь должна функционировать. Не так ли? Предположим, мое зрение затуманено. Стану ли я жить лучше? Скажите, если мой ум замутнен, стану ли я жить лучше? Почему люди думают, что когда способности снижаются, жизнь набирает высоту? Нет. Это не так. Возникает такая иллюзия. И за это вам придется заплатить высокую цену. На этом и на меня. Я никогда не притрагивался ни к каким веществам, потому что величайшая химическая лаборатория на планете находится прямо… Испытываете ли вы экстаз или тревогу? Это определяется тем, хороший ли вы управляющий этой лабораторией или никудышный. Вот и все, что определяет это. Если вы никудышный управляющий, вы вводите химические вещества в свое тело извне. Если вы хороший управляющий, вы производите их изнутри, когда захотите. Ваш жизненный опыт имеет химическую основу. Представим, что сейчас вы по-настоящему переполнены блаженством, как я. Тогда будет ли иметь значение, есть ли кто-то рядом или нет? Если кто-то есть — замечательно. Если нет — замечательно. Потому что ваше переживание жизни больше не определяется тем, что вы имеете и чего у вас нет. Это могут быть люди, вещи, еда, одно, другое, переживание жизни. Не должно определяться этими вещами. Когда ваше существование больше не определяется чем-то, что находится вовне, тогда одиночества не существует. Но вы наслаждаетесь тем, что вы одни. Потому что нравится вам это или нет. В таком юном возрасте это может быть непросто понять. Нравится вам это или нет, но в пределах этого тела вы всегда одни. Не так ли? Вы можете общаться, вступать в половые отношения и так далее. Но в пределах этого тела вы одни. Да или нет? Да? Если вы не научились справляться с этим одиночеством, вы ничему не научились в этой жизни. Прекрасней этого и быть ничего не может. Самое прекрасное в жизни то, что никто сюда не заберется. Это мое собственное пространство. Да или нет? Разве это не самое замечательное? Никто не может вторгнуться в меня. Меня могут схватить, могут мучить, могут сделать со мной много всего. Но никто не сможет вторгнуться внутрь, потому что у меня есть мое собственное пространство. Разве это не самый замечательный аспект жизни? Не стоит страдать от этого. Это самое замечательное, когда речь заходит об образовании, карьере, выборе партнера, о браке. В разные моменты жизни люди думают, как выбрать самое лучшее. Но я хочу сказать вам, что не существует самого лучшего занятия на свете. На самом деле, не существует чего-то наилучшего, чем можно заниматься. Даже если вы возьмете за что-то очень простое и вложите в это все свои силы, если вы с головой уйдете в такое занятие, это может стать великим делом. Это самое лучшее? Нет. Не существует самого лучшего. Потому что как вы узнаете, что лучше всего? То, что делаю я лучше всего, или то, что делаете вы лучше всего? Нет. Так не бывает. Что лучше, духовный процесс или химические технологии? Глупо даже задавать такой вопрос. Не так ли? Это просто означает, что если вы полностью отдадите свою жизнь чему-то, это может стать великим делом. Поэтому не ищите чего-то наилучшего, потому что вы потратите свою жизнь впустую, постоянно раздумывая, что же лучше всего. Ко мне приходят люди, они женаты уже 35 лет, у них трое-четверо детей и говорят, «Садгуру, я вот думаю, верный ли выбор я сделал?» Я отвечаю, «Похоже, что вы не особо думали, а сразу действовали, и у вас же четверо детей». Так что до конца своей жизни вы можете продолжать думать, что же самое лучшее, что лучше всего. Не бывает чего-то самого лучшего. Во что бы мы ни вложили свою душу и сердце, это и есть великое дело. В глазах других это может быть чем-то простым. Но в вашем переживании это великое дело, и именно этим мы и должны заниматься. Этим мы и должны заниматься.